Сегодня Украина отмечает День Шахтера. Это один из главных праздников для Донбасса. Поздравить горняков приехал в Лисичанск лидера Поблока. Но местные горняки далеки от оптимизма. Им до сих пор не выплатили долги по зарплатам, хотя шахтеры несколько раз приезжали в столицу требовать погашения задолженности. По мнению Юрия Бойко, митинги могут повториться, если людям не выплатят заработанное. Какие еще есть проблемы в отрасли? Подробнее в нашем материале. Лисичанск. Шахта имени Мельникова. Одна из самых успешных в регионе. Все благодаря тому, что в свое время здесь провели масштабную модернизацию оборудования. Посетили шахту Мельникова, которая в 2012 году попала в программу получения китайского кредита, так называемого. Было закуплено современное оборудование. И во многом благодаря этому эта шахта сегодня является одной из передовых. И вот это пример, как надо инвестировать в угольную отрасль. Без разговоров о том, что вот она там не нужна, она там лишняя. Купим где-то уголь в России, в Польше, в Америке. Здесь рабочие места, здесь современное оборудование, здесь инвестиции. Но даже здесь объемы добычи угля в последнее время снизились. Оборудование постепенно изнашивается. Запчасти покупать нужно за валюту. Техника специфическая, китайская, поэтому подобрать в ней запчасти, это проблематично. Потому что не все машиностроительные заводы с нами работают. Поддержка будет государственная, естественно, все это будет. Мы работать можем. Дальше по кругу рассказывают горняки. Меньше добыча, меньше денег. А нет денег, уходят квалифицированные кадры. Сейчас актуальным для величанского уля является приобретение оборудования, оснащение лав для того, чтобы увеличить добычу. Сейчас катастрофически не хватает собственных средств для того, чтобы решать вопросы материально-технического снабжения. Человек высокой квалификации, профессионал своего дела, знает, что нужно, что делать и как. Если здесь не платят зарплату, он берет, рассчитывается и едет туда. Сейчас в данный период времени, когда доступ без виза, едут в Польшу, Чехия. Есть люди, которые находят работу и в России. Даже я знаю, что есть человек, который рассчитался, поехал в Белоруссию. С началом боевых действий на Донбассе угольная отрасль и так получила сильный удар. Если же государство не начнет ее поддерживать, то и вовсе может потерять, заявил Юрий Бойко на встрече с активом объединения Лисичанск-Уголь. Проблема шахтеров, она понятна, близка мне. Я был министром угольной промышленности. Я знаю, какая государственная программа должна быть. Без угля мы не обойдемся. Сегодня на территории Украины на нашей подконтрольной осталось 33 шахты. Это Львовский бассейн, Волынский, это Луганская, Донецкая область. Ну и я имею в виду 33 государственные шахты. И должна быть, естественно, программа государства по их поддержке. Сейчас здесь собираются разрабатывать другие участки и готовят несколько новых лав, что позволит существенно увеличить объем добычи в преддверии зимы. Нужно только немного поддержать отрасль, говорят шахтеры. Ольга Самарская, Данил Щербаков. Подробности телеканал Интер.